Жень, поделись первыми эмоциями после такого матча, необычного шоу-игра, болельщики, активные фанаты. Как это было вообще все? Во-первых, хочется сказать огромное спасибо нашим болельщикам, фанатам за то, что перед игрой они нас так проводили на игру, скажем. И за их шум, поддержку, активность была на самом деле потрясающая. Мы скучаем, если честно, поэтому. И вообще спасибо большое всем болельщикам, которые пришли сегодня. Это важно и для нас, и для той акции, которую мы сегодня проводили. Как вообще относишься к медиафутболу? Следишь ли, может быть, как-то краем глаза? Да я на самом деле положительно отношусь, если это пропагандирует футбол, нормальные какие-то цели, задачи. То есть, конечно, я слежу за медиафутболом, и многих ребят знаю лично. Конечно, мне очень нравится, что там больше на ММА какой-то похоже. То есть, в каждой игре битвы, драки. То есть, конечно, это все шоу, но я бы в целом выделил это как позитивную мысль, идею, само вот это развитие футбола, но без драк. Как сегодня оценишь вообще практику, которую получил на поле? Сегодня у тебя был один яркий сейв, насколько помним. Вообще, как можно получать практику в таких матчах? Вообще чувствуется футбол, поле? Конечно, это отличная практика. И самое, что ни на есть, живое ощущение игры, потому что и активная поддержка, болельщики, фанаты. Достаточно много людей пришло, и плюс команды сборной медиалиги, они достаточно высокого уровня. То есть, с ними не было легко. И если вспомнить первый тайм, там игра была на равных, и некоторыми эпизодами они даже владели преимуществом. Ну, а для меня плюс в том, чтобы оставаться в концентрации, всю игру и помогать, подсказывать ребятам в нашем поле. Ваня Ломаев сегодня вышел в поле. Как вообще в команде отреагировали на такой перформанс? Еще и под фамилией Зидан. Слушай, ну, было весело, конечно, мы смеялись, шутили по этому поводу. Там вчера, позавчера, когда выбирали себе надписи на футболках. Вот. И я отнесся к этому положительно. Это супер креативно, супер смешно. И, блин, если бы Ваня еще нормально пробил в том эпизоде, было бы вообще супер. Вообще мог бы в поле играть? Кто? Ломаешь. Не знаю. С высоты своего опыта. Мне кажется, мы тяжеловато. Было там объем работы беговой очень большой. То есть, ну, на 5-10 минут, я думаю, его бы хватило. Ну, если бы говорить про ту форму, которая... Так, ну, у него есть какие-то качества хорошие, но в Новгородах, наверное, он... Нет, там он в нападении все-таки безопаснее, чем в Новгородах. Жень, скажи, что чувствуешь, когда сектор активной поддержки заряжает Евгений Фролов? Вообще, какие эмоции испытываешь? Это очень так, прям, не знаю, звучит всегда классно. Пару лет этого не слышали, поэтому, конечно, было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!